Повлиять на шумных ночных мотоциклистов или привлечь их к какой-либо ответственности ГИБДД в рамках Конституции Российской Федерации не может. Вопрос о гонщиках, которые мешают спать горожанам, выносили на Комиссию безопасности дорожного движения. На совещании выдвигали предложение запретить мотоциклистам ездить по ночам. Но, как сказал в Рио начальника ОГИБДД Константин Камынин, такой запрет нарушает конституционные права человека. Это нарушение конституционных прав граждан России на свободное продвижение по территории России. Это один момент, если пойти от обратного и представить себе, что вдруг взяли и приняли такое решение запретить в городе ездить. Просто надо представлять, какой массив дорожных знаков необходимо будет установить в городе. За прошлую неделю на дорогах города сотрудники ГИБДД зарегистрировали три ДТП с материальным ущербом и два ДТП с пострадавшими. На дороге номер 203 от 4-го КПП в сторону улицы Раменской автомашина ВАЗ при перестроении столкнулась с газелью. В результате водитель ВАЗа врезалась в световую опору и получила повреждения в виде ссадин. А пассажир этого же автомобиля госпитализирован со стрясением мозга, переломом носа и резанными ранами. Еще одно ДТП произошло на проспекте Ленина-1. Водитель 1973 года рождения, управляя автомашиной Рено Сандера, на регулированном перекрестке Ленина-Шверник при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу автомашине Лада Гранта под управлением водителя 1996 года рождения, которая двигалась с обстречного направления прямо. В результате ДТП пострадали водители обеих машин и двое несовершеннолетних пассажиров Лады Гранты. Троим участникам дорожного движения помощь врачей не потребовалась, а девочку 2022 года рождения госпитализировали в травматологическое отделение КБ-50. Уже стабильно высокой остается в Сарове активность мошенников. Неизвестное лицо позвонило заявителю, представившись сотрудником банка, сообщило, что когда тот оформлял заказ на Озоне, ввел туда реквизиты своей карты, произошла утечка данных. И этой информацией воспользовались злоумышленники. Оформили кредит на его имя. И чтобы отменить операцию, ему нужно пройти в приложение своего банка и подтвердить кредит. Пострадавший сделал все так, как ему сказали мошенники. В результате этого у мужчины с картой похитили 165 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.